Девочки, гляньте, и мальчики, какая радуга! Только что такой ливеняка стоял! И радуга! Это хороший знак! Я вам желаю отличных выходных, мои хорошие! А у нас еще капает дождик. Кстати, засеките, это Альмерия. Такое очень редко застанете. Смотрите, лужа! Чувак! Ребята, знаете, как пахнет дождем! Это вы, наверное, меня не поймете. Вы меня, знаете, Чувак! Вы что скажете? Это челкнутая, правда? Да как хорошо видно! Красава! Просто красава! Я грибу под дождем! Только что постриглась! Как мне, кстати, да? Как всегда, супер, правда? Я сделала немножко себе покороче. Девочки, штатив не взяла. Иду в магазин скупляться, быстренько купить себе красочку, чтоб я завтра была как огурчик. Ну как вам? Супер, правда? У девочки золотые руки. Птички поют, довольные. Слышите? Самое прикольное, что вот буквально сегодня ночью или завтра утром вот этого вы уже не застанете. Это все всасывает. Можете представить, до такой степени сухая земля. Сколько ей нужен был этот дождик. Гляньте, небо уже чистое. Все, гайки. Тоже, какие ароматы! Какие! Слышите, птички как поют. Помните цветы, которые я тырила? Палились хотя бы. Розмарин пахнет, девочки, простите, но я такая... Я просто жалко, что нельзя передать запахи. Еще кусочек радуги остался. Видно, да, он там вдалеке? Ну а вот там у нас уже опять гребет тучка. Так что завтра, я думала, работать. Но, наверное, никто никуда не пойдет. Говорят, смотрите, посмотрите, радуга, радуга. Смотрите, что я сейчас буду топтать. Ой, наша! Пахучая и ароматная! Ну-ка, напишите, кто пупочки жарил зажигалкой в молодости. Какие они вкусные! Уже у дочи дома. Так что сейчас мы будем красить волосы, отдыхать, наслаждаться. Ну, выходным. Привет, мои дорогие ребятки! Здравствуйте и добрый вечер! Ай, как классно я сегодня провела день! Ребята, особенно ночь! Вы знаете, на сердце было до такой степени спокойно. Вчера читала ваши комментарии. Кстати, да, я постриглась, да? Потом поставлю, как говорится, все остальное, как я провела день. И покрасилась тоже. Но сегодня я хотела вам сказать очень такое важное сообщение. Вы знаете, я горжусь вами. Я просто горжусь вами. Честно говоря, моя группа, которая у меня находится на моем блоге, на моем канале, вы просто, вы еще раз и еще раз мне подтверждаете то, что я не ошиблась в выборе. И наверняка многие мне спросят, Таня, почему такие вот темы? Ребят, я такая. Я такая. Мне нравится быть такая, какая я есть. Вот сегодня я трону одну тему, завтра я трону другую. Я не буду возвращаться опять на политику и все остальное. Я буду рассказывать жизнь в Испании и буду рассказывать на свой лад. С ее за и против. Нравится вам это или не нравится. И особенно не хочу, как говорится, каких-то провокаций. В каком плане? Если это так было, то я вам расскажу, как оно есть. Никакого, как говорится, ни вранья, ничего. И наверняка многие люди меня поддержат. Но мы сегодня не об этом. Мы знаете о чем сегодня? О том, что я именно вижу, что я нахожусь между адекватных людей. И как бы я ни снимала, и что бы я ни снимала в моих темах, я вижу, что во меня окружают адекватные люди. Ну не считая там какой-то белой овечки, которая блеет. Ребят, ну это нормально. Хейтеров иметь, хейперов, хейтеров, как вы вообще там называетесь. В принципе, мне абсолютно все равно, как вы там называетесь, всегда должно быть на канале. Люди, которые имеют свое личное мнение. Они имеют свое мнение. Поздравляю вас. Я поздравляю вас. Но меня окружают люди, которые желают мира. И я так думаю, по крайней мере, которые думают о мире. И не думают о какой-то вражде и всем остальном. Это для меня самое главное. И вы знаете, вопросики, которые мне задавали вчера в чате, вот именно в комментариях, ой, какие комментарии. С каждым днём мне становится всё интереснее и веселее общаться вот с такими людьми. Но вы знаете, это обозначает то, что люди и правда считают по-другому. Не можем все быть одинаковыми. Вы со мной согласны, да? И также мне задали такой вопрос в плане, вот Татьяна, вы никогда не показываете, когда вы находитесь со своими русскими подругами или с какой-то жизнью моей, да личной. Вы её не увидите никогда. Если я этого не показываю, потому что это лично моё, моё. Которое многие кричат и говорят, что я выставляю всю мою жизнь. Нет, ребята, нет. И мне ничего, никому не надо именно доказывать. Кто хочет знать, кто знает. Самое главное, что я очень счастлива и мне есть что вам рассказать. А поверите вы мне или не поверите, это уже дело каждого. Предпочитаю оставаться женщиной с загадкой, чем бы прочитанной книжкой. Как мне нравится, что меня считают именно вот за глупенькую женщину. Там, я не знаю, господи, там мне всё равно, в принципе, девочки. И мальчики, мои мальчики! Спасибо вам огромное, огромное. Но самое главное, что я с вами именно могу остаться, какая я есть. И это так прекрасно. И вы со мной так же сама. Что у нас там опять в процессе идут? Слышите музыку? Это сюрпризы. Испания, это каждый день праздник. Ну, короче, расскажу вам в двух словах, где я сегодня шлялась, гуляла и что я там именно вам сегодня придумала, чтобы показать. Мы сегодня были в гостях у моей дочки опять. Мы сегодня жарили шашлычки. У нас была отличная компания. Да, мы чудесно провели время. Но самое главное, вы знаете, я иногда буду возвращаться с таким острым темами. И самое главное, знаете, что я именно... Не могу сказать проверила, нет. Просто убедилась в том, что меня окружают адекватные люди. Что я именно с вами могу разговаривать на такие острые жизненные темы. И, конечно же, вы меня поддержите в этом плане. Потому что так интереснее жить, правда? Быть самим собой. Вы так считаете? Ничего не придумывать, не высасывать из пальца, не думать о деньгах, там, что ты заработаешь завтра, сегодня и в том таком бреде. Сегодня у меня есть хорошее видео, и завтра оно будет повседневкой. Так получается. Но это жизнь, правда? Белое, черное, черное, белое. Ну, короче, не буду вас задерживать. И погнали. Покажу, что я сделала все это время. На этой неделе мы даже не смогли пойти нормально куда-нибудь отдохнуть. Мы должны были делать дома, что-то там сообразить, там, как-нибудь отдохнуть в компании. Потому что даже элементарно поехать покататься на кайке, как я хотела. Или пойти новую удочку, наконец-то. Попробовать мы сегодня не смогли. Ну, ничего, ребятки. У нас будет целое лето впереди. И куча очень многих классных приключений. И классных, как говорится, видео. Так что спасибо вам огромное за все. И погнали. У нас сегодня барбакю. Как всегда. Ну, как вам мой притчехол уже покрашен. Смотрите, как аппетитненько. Только начали, только начали, только начали. У нас еще ломка есть. Ну, филешки. Вот такая красная та самая. Тоже опять ломка. И здесь у нас говядинка. Ну, еще будем еще добавлять. А теперь сардиночки. Л Cabоаз, ленчи, сухой иди. Это наобрана. Абер, куда мы? Че ттика, сипу этанту алдия. Похожу 5 секундам. Мучо, mucho, tienes que tomar. У нас уже, да. что он откажется поэтому не что в итоге что в итоге что в итоге но какое дело потому что у нас всегда первое это па Стопа Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok